Конец 41-го. С Камышловской долины выходит 11-я армия Манштейна. Направляется на вершину, к линии дотов. В обороне советские моряки-краснофлотцы. Их всего несколько человек. Силы неравные. Какое-то время морякам удается удерживать наступление. Немцы в это время подтягивают минометы. После двухдневной атаки личный состав дота полностью уничтожен. Но за подмогой послать успели. Для большинства это реконструкция. Для нее возможность взглянуть в прошлое. Зимой 41-го. 16-летняя санинструктор Шевкие была свидетелем тех страшных событий. Забыть о них не получается и спустя 75 лет. О подвиге молодых солдат в военные годы узнали тысячи советских жителей. О сражении написали в газетах. Сегодня бой под камышлами вспоминают на закрытой реконструкции. Проводят уже третий год. На этот раз здесь больше 70 реконструкторов со всего полуострова. Здесь Ялта, здесь Евпатория, здесь Симферополь, здесь Керчь, здесь Севастополь. Мы любим те места, где действительно люди совершали какие-то подвиги. То есть Камышловская долина – это как раз-таки место, где шли жесточайшие бои в 41-м. В долине и по сей день все напоминает о том времени. До сих пор сохранились окопы, фрагменты колючей проволоки, даже оружие. Недавно мы спускались к дому, нашли просто, ну как, знаете, земля отдает диск от ППШ. Вот такой вот. То есть без верхней крышки, забитый землей, но тем не менее времен войны. Чтобы еще больше понять войну на воссоздании боя, реконструкторы решили не останавливаться. До воскресенья планируют остаться в долине, чтобы погрузиться в быт советских и немецких солдат и провести тактический квест по поиску упавшего самолета. Анна Леготина, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя.